ДНР и ЛНР Везут людей не по их воле, а для того, что нужно. Надо показать всему миру, особенно населению России, насколько Путин добр и прекрасен. За этой историей наблюдают не только казахи, за этой историей пристально наблюдают наша казахстанская пятая колонна. И это очень хорошо, потому что они все прекрасно видят, они не глупые люди и самое главное, что вся эта история напрямую касается будущего нашей пятой колонны, в котором они себя видят и ощущают. Поэтому они пристальнейшим образом следят, они смотрят не только пропагандонские телесюжеты по поводу вот этих вот беженцев, они шерстят социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, особенно в Facebook, Instagram. И пропагандоны в Кремле не успевают все это отмодерировать и там уже проскакивают эти сообщения о том, что местное население немножко встает на дыбы, они офигевают от наглости этих переселенцев, потому что все видят, что Путин даже идет на крайний мир. Он раздает по 10 тысяч рублей, этим переселенцам заманивает их как только может. Нигде в мире еще я не видел, не встречал, не читал о том, что беженцам, военным беженцам, именно военным, из военных точек, из горячих точек, чтобы этим беженцам где-нибудь раздавали деньги, ни в Сирии, ни в Турции, ни в Европе, я такого не слышал и не видел. Везде беженцам дают только кров, еду, бушную одежду, чему они, собственно говоря, настоящие беженцы всегда рады. Но нигде никогда их не развращают живыми деньгами, да еще и такими маленькими. 10 тысяч рублей для каждого беженца. В общем, да, выпить и закусить, конечно, хватит, но не более. И наша пятая колонна это все прекрасно понимает и видит. И, наконец-то, наша пятая колонна осознает, что Путин никогда не придет в Казахстан и не создаст здесь тот русский мир, о котором они себе там воображают, в больном своем воображении. О том, что он здесь понастроит русских школ, сделает русский язык единственным государственным, построит дороги, заводы, больницы, детские сады и так далее, там подобное. Они, наконец-то, поняли наша пятая колонна, наблюдая за всей этой историей про беженцев, что Путину это нафиг не надо. Единственное, что Путин сделает, это разутюжит всю эту территорию, превратит все это в разруху, а местных населения, вот эта пятая колонна, переселит в эти деструктивные, пропитанные нищетой разруха и пьянством соседней области, Омскую, Оренбургскую, где их, конечно же, встретят гораздо хуже, чем в Ростовской области. В общем, наша пятая колонна, я наверняка уверен, что они меряют эту историю с ДНР и с ЛНР, которая сейчас творится в Украине, на себя, и я думаю, что эти мерки им особо не нравятся. Так что вся эта история с беженцами, она положительно скажется на Казахстане, я считаю. Молодежь пятой колонны, я думаю, теперь в следующем году более активно будет выезжать с Казахстана. Конечно же, ни в Оренбург, ни в Ростов, ни в Омск, они будут стараться уехать в Москву, куда беженцев не везут, но своим ходом они будут уезжать. И процентное соотношение титульной нации в Казахстане в ближайший год изменится в лучшую сторону благодаря этой истории с ДНР и ЛНР, которая творится в 2022 году. В общем, это очередная победа многовекторности Казахстана. С помощью Китая мы смогли урегулировать путинские хотелки январьские в Казахстане, смогли выгнать путинских, их там нетов январьских из города Алматы. И теперь Путин весь свой гнев и все свои неудачи вымещает на бедном украинском народе. И наша пятая колонна в Казахстане все это прекрасно видит, все это прекрасно наблюдает, сделает соответствующие выводы. И процесс выезда пятой колонны в сторону России своим ходом, а не путинским, не с помощью 10 тысяч рублей, конечно же, а именно своим ходом, будет продолжен в ближайший год более ударными темпами. Что есть хорошо для Казахов. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Подписывайтесь на Facebook, Instagram аккаунты. Facebook, к сожалению, заблокирован опять в очередной раз уже на 31 день. Поэтому я призываю более активно подписываться на Instagram аккаунт. Ссылки всегда есть в описании к видео. Там более лояльная политика администрации. И помогайте мне финансово в системе Patreon. Буду признателен. До новых скорых встреч. Продолжение следует...